Твоя оценка, твое будущее. Очередные нововведения при сдаче единого госэкзамена ждут выпускников этого года. Если в прошлом году изменения в основном касались процесса проведения ЕГЭ, то в этом видоизменилась сама форма тестирования. В частности, экзамен по математике будет нескольких уровней сложности. Один – базовый уровень. Его достаточно будет сдать, чтобы получить аттестат. Второй – для тех, кому при поступлении в ВУЗ потребуется сдача профильного экзамена. Получить максимальный балл по иностранному языку теперь нельзя, не поговорив. Устная, так называемая разговорная часть – добровольный этап экзамена. Но без этой составляющей, к примеру, на инфакт поступить не удастся. И, пожалуй, главная особенность ЕГЭ образца 2015 года – это сочинение. Успешно написанное сочинение дает школьнику допуск к ЕГЭ. Напомню, что основная часть выпускников сочинения сдали в декабре прошлого года. Из более чем 3200 человек Мариэл, большинство за свою творческую работу получили положительную оценку зачет. Незачет за сочинение выставили 83-м одиннадцатиклассникам. А 26 человек просто не явились. Повторное написание сочинения по литературе состоится 4 февраля. Еще у нас изменения касаются сроков проведения самого экзамена. Если раньше у нас была так называемая июльская волна, то в этом году ее не будет. То есть те, кто выпускники, допустим, СПО, выпускники прошлых лет, они будут сдавать государство, имеют право сдавать государственные итоги аттестации в досрочный период. В основном это март-апрель, потому что февральская волна, там была у нас только предмет географии. Туда у нас вообще никто не записался. По-прежнему, как и в прошлом году, будет у нас онлайн-наблюдение. Будет запись всего прохождения экзамена. Также рекомендуется нам при входе использовать металлоискатели. Также запрещено использовать любые телефоны и гаджеты. В общем, все остальное остается по-прежнему. Сейчас 11-классники определяются с выбором предметов, по которым будут сдавать ЕГЭ. Заявление на экзамен нужно подать в срок до 1 февраля. Напомню, что всего этим летом итоговое тестирование будут писать чуть более 3000 юных жителей республики. По данным регионального Министерства образования и науки, самые популярные предметы у школьников, как и в предыдущие годы, это общество знаний и физика, а самые непопулярные – немецкий и французский языки. Это говорит о том, что будущие абитуриенты по-прежнему выбирают для себя технические профессии, а также экономику и юриспруденцию. Ищите низкие цены на рекламу. Они здесь. ТВ и радио на Патриаршей. Наши цены не растут. Заказ рекламы по телефону 42-28-28. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова